всем привет многие просят меня прокомментировать ситуации тем что уже ну наверное сотни две сеансов подряд века из альфа ментал меня спасает и освобождает от злого чародея ферномора и как-то она там его еще называет действительно я долгое время как бы не комментировал этой ситуации но я думаю да ладно нужно позволить людям если люди хотят быть сумасшедшими ну пусть они будут сумасшедшими это же и это же их выбор да действительно им нравится но я вижу что этой женщины рвение и такой азар знаешь он никогда не закончится то есть это не остановится на 200 это будет дальше 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 потом 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 моно для чего и останавливаться у нее хороший хайп у тебя у нас работа движется люди просыпаются люди нас поддерживаются она заняла противоположную сторону и хайп на том что и это делаешь неправильно у него срабатывает то есть люди которые знают тебя приходят к тебе они автоматически так или иначе вынуждены слушать оппозитное мнение то есть второе мнение это мнение вики и здесь и 1 это мнение может быть цепляет ну на это есть тоже свои причины и свои механики на этом мы сейчас останавливаться не будем но то что она получается в ситуации когда кричит блоха сидя на гриве у лошади что мы пашем поле вот это действительно так и происходит мне в этом ролике в этом маленьком таком ролике хотелось бы предостеречь или рассказать хотя бы ее слушателям а механизме воздействие на них раз и навсегда хотелось бы поставить точку и объяснить эту ситуацию видишь какой у меня гром здесь мишь это вообще такая красота какая стихия сейчас вообще полчаса назад было небо чистое сейчас просто ну ладно начнем с самого начала и так на самом деле начнем с начала виктория действительно является моей сестрой однако все ее сказки о ее детстве о моем детстве это ну какие-то фантазии честно ничего из того что она рассказывает как она меня там окрыпала окрыпала все прочее но не является она правда более более того я не позволяла я никогда не позволяла ей работать со мной и с моими энергиями спасая меня от чего-то но шаунта деле на мишну вот так весь подумать но отчего она может спасти то и же самой нужна помощь этого кто стоит вот его вот первая чакра и этого кто лежит первая чакра соприкасаются а этот кто стоит вот у него так руки как у это знаешь это фирма мишелин такие надутые надутые люди типа до калыш вот так вот надувается такую энергию берет так сейчас я считаю что это за титня считай кто в этой барокамере лежит кто ты я вижу что это я услышал рамона и я вижу ее вот такие вот шары на глазах а этот человек да кто стоит считай информацию кто это прям услышал что он ее ведет спасать может человек может спасать только тот который в состоянии это сделать а если ему самому нужна помощь от чего он спасет ну скорее всего если ты хочешь услышать мое мнение я так думаю что пытается спасти от того чего пытается спастись сама то есть человек который и гармонизирует по верхнему потоку является иудеем причем ортодоксальным и очень хорошими крючками и самой нужна помощь поэтому нападение с ее стороны на тебя я рассынил как просьбу о помощи но надо же ее как-то выразить более корректно скажу знаешь с одной стороны да она погрязла в сказках она погрязла в фантазиях ну потому что назвать этой работой на эфирном плане это ну просто невозможно это просто бред это какие-то инсинуации но ведь понимаешь в чем дело это же очень опасный на самом деле бред потому что механика ее работы вот механика работы вики из альфа ментал взята ею из христианской секции которой она очень-очень много лет ходила и таки вот это из библии слова что там описывается это в старом завете что разница между двумя гончарами то есть там описывается разница между богом творцом первотворцом и тем богом который захватил власть у бога первотворца и он и там пишется что бог первотворец он добрый гончар он вылепливает своими руками свои творения а гончар злой он имеет заготовки и просто штампует то есть заталкивает готовые форма но она да и отравина скорее всего что это хаббатская техника скажем так эта техника очень хорошо известная по голливудским постановкам это самый продвинутый стиль который используется во всех голливудских фильмах и даже во множестве видеоклипов понимаешь она пишет программу отдает ее на визуализацию каждый человек которым эта программа резонирует накачивает ее своей внимание своей собственной энергии и вот один человек 2 3 10 сотый тысячный это получается целый муравейник который трудится на кого для чего она создает программку она или те кто и транслирует вот эти все образы я уж не знаю не буду углубляться никогда не смотрел а мне это не интересует она сама это видит ей кто-то транслирует это как это произошло происходит взаимодействие с чем именно у нее происходит понимаешь но вот когда она эту программу запускает она ее визуализирует и запускают а люди ее да люди прокачивают ее полностью своей энергией они просто отправляют на реализации да она люди используют как топливо да она бросает их по сути на амбразору она использует их как пушечное мясо и людям потом не стоит удивляться почему вдруг произошло так что их жизни ну терпят какие-то разрушения у них случаются какие-то неприятности всего лишь вселенная пытается взаимодействовать правильно она пытается этих людей привести в баланс вот и все да если человек по программе вики переходит добровольно в статус агрессора чего удивляться что событийное поле начинает комкаться беды в жизни начинают материализоваться просто когда фото агрессирует вселенная включает механизм равновесия механизм гармонизации и агрессора и тушить соответственно работает в часы по частотному принципу и агрессор отлетает на противоположную сторону с тем же потенциалом на которую он заходил нарушал чудо и останавливать все выбрасывают в минус да я как и любой другой человек нахожусь под защитой этой вселенной кон свободы воли никто и никогда не нарушал даже паразиты хорошо понимают и всегда его используют потому что они понимают что за это незамедлительно прилетит карма они могут обмануть человека они могут не сказать ему правду они могут каким-то образом ввести его в ловушку но необходимо чтобы человек сам дал согласие на вторжение в его пространство это именно то что мы делаем мы ищем контракты и расторгаем понимаешь так вот что происходит в этой ситуации без моего на то ведомо без моего на то согласие без ведомо и согласие или просмотрев это видео сотни людей пытаются торгнуться в наше энерго пространство нет я не говорю что у них это что у них это может получиться конечно же у них это не получается но они пытаются и их действия уже классифицируется как действие захватчика манипулируя эмоциями людей потому что эмоции это отформатированная энергия она пытается корректировать нас понятно что у нее не получается но как думаете что будет происходить с этими людьми какое необходимо время чтобы им получить карму за то что они делают вот как думаешь миша что-нибудь будет происходить по механике законов я вам объяснял что его нам возвращать а будет раз возвращать скажем так с запасом в отрицательную сторону на ту же величину на которую они совершили нарушение то есть на самом деле это очень серьезно если люди думают что для них потому что они хотят сделать добро для них это не будет работать я вас уверяю это работает на всех если вы хотите догнать и осчастливить будьте уверены на вас это работа потому что первое вы подверглись к обману вы услышали от человека о том что другому человеку необходима помощь вы не спросили у человека необходима ли ему помощь и согласен ли он эту помощь у вас принимать вы сделали вывод ломая его волю и приложили мощность энергию в этом направлении естественно вы получите обратную связь не от меня не от молны не отелье это делает вселенная мы от людей не закрываемся мы принципиально от людей не закрываемся потому что мы должны определять кто из нас человек кто является паразит поэтому паса в которой мы упакуемся в панцирь она неприемлемо поэтому мы не закрываемся можете стрелять но попадете ли уже другому справедливой кармы и пусть каждый кто вторгается в пространство и использует других осознанно по мере его осознанности получает карму и ответственность меру его ответственности я вижу к у ильи выросли такие под на но на ногах на левой на правой ноге такие как гири огромные черные его прямо туда вниз потащила и у моны седьмая чакра такая как корона стеклянная она же не только сама пытается проникнуть проблема в том что если бы это просто она делала допустим и делает но без проблем это ее выбор она что хочет то делает соответственно карму она получит но дело в том что она бросает людей на действия нарушающие закон целины поэтому я честно я очень прошу всех посмотрите видео кто сочувствует то пишет вот такие следливые комментарии о том что вау как жалко моуну как мы все рады ее там спасению понимать о том что на самом деле не происходит никакого спасения от слова совсем по причине его ненадобности не нужно меня ни от кого спасать эти люди они являются агрессорами они являются интервентами они пытаются захватить чужую территорию вселенная сама уравновешат этих людей я не буду в этом даже принимать никакого участия хотя это идет нападение на меня и я бы могла дать отпор но имеешь основания но я имею на это до основания но я не хочу этого делать суть в том что стоит услышьте услышьте у кого сенсорика более менее развитого посмотрите стоит катапульта стоит рогатка приходит человек к этой катапульте вы думаете он ее управляет нет он становится снарядом его используют как снаряд в этой катапульте обманывая его форматируя его волю пользует его энергию оружейки вот это именно и происходит механика так это пульту эту построила и не знаю вика либо ее построили для вики пользует эту катапульту но мы смотрим на вику мы не лезем в ее пространство нам дела не до нее до ее пространство до ее якобы освобождение до ее якобы работы мы на это просто не обращаем внимание у нас нет желания нас нет сил в этом разбираться у нас нет никакого ну зачем это не интересно это не работа мы не копаемся во всяком бреде запрещаем эксплуатировать нашу про материю живую вот моночка она как символ этой про материи которую насилуют постоянно и считывалось когда она в хрустальном гробе лежала что она как сон человечества это просто не нужно и я хочу еще раз обратить внимание людей что мне необходимо их предупредить а услышать они меня или нет это дело каждого просто не будет повода заявлять о своем незнании они предупреждены пусть вселенная сама с ними разбирается пусть они сами решают настолько ли они наивны чтобы думать что непонимание механики работы закона вселенной спасает их от ответственности за нарушение чужого энергополя где доказательства того что я или илья торгались чьего-то пространство вот кроме воспаленной фантазии этой женщины есть какие-нибудь доказательства вот приходит понимаешь это похоже на этот анекдот когда студент выучил там строение блохи да и пришел на экзамен и говорит вот я знаю блоха состоит там крылышки лапки то-то то-то профессор слушает да говорит молодец а расскажи мне о строении собаки собака состоит у нее есть хвост лапы и шерсть шерсть и живет блоха а вот блоха состоит профессор это слушает слушает а потом говорит да интересно конечно расскажи мне о строении рыбы он говорит в рыбе есть чешуя там блохи не живут а вот блохи состоят из любой ситуации до выход на тебя выход налью я это понимаю но в этом-то и состоит суть этой катапульты нужно каким-то образом работая с человеком его усадить в это ложе которая предназначена для снаряда понимаешь и вот это вот анекдот как нельзя кстати олицетворяет вот именно тот механизм как это все происходит в эту бочку люди как будто бы сами они как пчелы вот этот роль я вижу и он вот так с этой бочки вот так летит по направлению к первотворцу они вот так вот самом деле этот ролик мы записываем только потому что поступает очень много просьб это сделать это не сильно заботит меня не сильно заботит моно не сильно заботит илью но просьбы от соратников поступает о том чтобы открыть эту банку и вернуть и показать людям что на самом деле происходит вот истинная причина я не предлагаю верить на слово мне мони илье мы всегда говорим эти ответы внутри себя смотрите внутри себя сам себя ты не обманешь поэтому развивайте сенсорику развивайте видение проверяйте все абсолютно все что слышите видите все что у вас окружает понимаешь вот когда если вот так задуматься если она это делает зачем она это делает да ну кроме того что это хайп это вампиризм она подключает всех людей которые ее слушают которые ее смотрят она подключает и выводит их на статус паразита противовес моей вере противовес моему видению она заняла абсолютно паразитический метод в отношении меня в отношении ильи у этой женщины нет права называть себя спасителем я объявляю ее манипуляции противоречащими моей воли привлекая людей используя наши имена и наши наработки для подпитки своего эгрегора она пытается привлечь себе просто новые порции пушечного мяса не понимающих людей за что эти действия их разрушают она просто манипулирует такими человеческими качествами как знаешь как бы это сказать любовь к своему ближнему она очень сильно манипулирует нашими родственными родственными связями привязанности это же находит отклик абсолютно у всех людей каждый же это понимает у каждого же есть какие-то родные которым хочется помочь которых хочется спасти которым хочется как-то дать толику своего видения она этим просто пользуется и людей она как-то рано использует вот понимаешь чтобы пробить меня у нее сил то не хватит а вот если собрать тысячи людей она думает что вдруг получится понимаешь вот этой тысячи людей а ее не заботит о том что произойдет с людьми они разобьются в смятку или они останутся живы ее это абсолютно не заботит не заботит что они сами по себе то есть они как бы их бросают как на абразуру а на что именно прилетает вот эти вот люди ловятся я хочу только напомнить всем людям которые смотрят еще раз что я запрещаю вторжение свою сферу я запрещаю работу моим энергополе не давала и не даю никакого разрешения работать в моем пространстве ей вытянутая такая шея длинная и так ноги тянутся в сектор интерферентов и такая вся вытянутая бедная несчастная помнится был сеанс где ее немножко воскресили какой-то процесс на пошел уже по моему еще хуже чем было это у нее красные глаза да у нее красные глаза вот так они идут от сектора интерферентов вот так в сзади в ее глаза и вот так вот и от сектора интерферентов ей просто в лоб черная подключка не давала и не даю никакого разрешения работать в моем пространстве есть ее подельнику тарасу ее подельнику евгению хотелось бы сказать коллеги но они не ты не разбойники тут подходит слова только подельник ты понимаешь ну реально какой коллега коллега это тот который делает какую-то работу вместе если они вместе нападают это подельник или как там называется еще них в банде знаешь как бы это сказать я сегодня вот честно говоря пыталась посмотреть опус под номером 490 честно пыталась культурные слова закончились это на на минутке но я же девочка ты понимаешь я не понимаю мой комментарий о том что это абсолютно забавно было был удален ну там еще кроме мон и там еще есть этот крутит и вот так вот раскручивает он руками знаешь как глобус крутят хорошо приказываю всем интерферентом это илья раскручивает а там где интерференты там сидит такая какое-то чудище похоже на на такую как бы слизь такой толстый как какашка такой и он как бы есть что это такое понимаешь я не могу понять это было бы смешно если бы не было так особенно меня позабавило то как причастным лицом евгений говорит что они соберут информацию да они соберут информации и отправят людям чтобы те знали что их действия связаны с магией большинстве случаев люди подключаются к этой слизью я вижу согласие что они в этот момент делают и с чем они соглашаются с магией а на физическом уровне они что-то делают на физическом уровне у них вот такое как дизи они вода то есть не понимают они вот так к колышется неустойчивые какие они решения принимают в этот момент они погружаются в магию вот это они не понимают что вот эти все манипуляции с энергиями и то есть магия вся это любое любая манипуляция это я прям слышу заход сзади то есть это магия потому что процесс материализации желаний и событий работает совершенно по-другому давай соберем эту статистику и всем людям пошлем эту информацию чтобы они знали каких не действия связаны с с магией к чему приводит соберемся статистике насчет 3 все это распространим 1 2 3 моночка моя любимая берет и это так жадно все читает 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 я призываю ответственного за воздействие он ее использует он ее бросает как на амбразуру этот илья не вот интересно дает на тебя отчет в том что напрямую с магией связаны именно их действия именно они людей подключают именно к черномагическому ритуалу вот он это понимает или нет он вообще понимает что нибудь в механике работы в эфирном пространстве в эфирном мире как и в этом физическом плотном мире есть свои законы которые абсолютно воздействует на все и которые необходимо соблюдать если нести полный бред это никак с работой в эфирном плане не касается это всего лишь можно к опытному психологу если не выгонит минут до 15 или не упрячет когда-нибудь тогда с ним можно об этом побеседовать но когда человек абсолютно не понимая механики работы в эфирном пространстве вещает что-то но это выглядит по меньшей мере смешно некорректно некорректно но он понимаешь он еще как-то выглядит потерянным вот я смотрела это же я говорю 490 у него такое лицо забавное серьезно дело в том что мы с тобой наблюдали этот процесс в режиме наблюдателя он-то в режиме участник а ему-то он пытается вникнуть этот бред же как-то нужно уложить понимаешь его нужно структурировать эту логику нужно принять да она она настолько коряло что она не помещается ни в одну емкость ситуацию когда я забежала в сарай мою маму била корова моя мама маленькая ростом очень и худенькая всю жизнь была и корова у нас большая была с рогами большими и она ее прямо в этот желоб затолкала и желоб такой большой был для сена и она маму била то она вот так головой подхватила я этого не видела мама потом рассказывала и рогами а я когда увидела что мама убивает это корова я начала очень сильно и убить эту корову по заднице такой сапкой и я так и убила что эту толстую дровиняку короче поломала на этой корове но и она конечно начала она привязанная была и начала там головой мотать и мама смогла вылезти а потом врач сказал что у нее печень вся разбита была разлезлась вот так на весь живот и что ей нужно срочно забеременеть чтобы плод вот подпихивал эту печень и поставил ее на место да что ты черт побери такое несешь и он так пытается сунуть это в голову как-то знаешь хоть кубики хоть квадратики хоть что-то из этого сделать это не получается ну понимаешь вот как можно серьезно отнестись к словам о том что илья смог декометизировать корову 200 лет на то заколдовать из прошлого корову будущем потом еще вакцинировать и подселить какие последствия этот случай с коровой отразился на твоей матери я слышу взяла карму чью так кто-то из сектора магии я вижу там какой-то колдун из шариком таким прозрачным за смотрит пространство я слышу в будущее формирует событие я вижу что это илья на физике делал или его подсознание просчитывает счета информации я вижу что это лет 200 назад значит это еще в прошлом даже позапрошлом воплощение скрыть да это как будто бы между воплощение что это бред такой как это можно назвать кто-нибудь может мне объяснить как можно загипнотизировать корову в прошлом минус 200 лет я скажу что мало кто может объяснить как можно заколдовать корову сейчас на нее можно воздействовать на корову но заколдовать ее нельзя только потому что у нее немного другая энергоинформационная ячейка это не человек она не имеет разумной составляющей корова это скорее дух животной одеты в плоть это но это совершенно если человек работает с энергоинформационными структурами воплощенными и в нашей реальности он это должен видеть раз в бред идет канал а то я смею предположить что они нихрена не видят ну да миша согласна у нее много там фраз такие которые сами себе противоречит то она зашла в сарай там была мама и корова то потом ей мама это все рассказывала ну понимаешь там вранье просто на вранье это кроме как шарлатанство другим словом вообще назвать как бы сложно каким-нибудь люди которые пытаются вещать которые влияют на умы других людей ну абсолютно не отдают себе отчета в том как эти все процессы должны работать они манипулируют для того понимаешь она она рассказывает вот что я нахожусь под гипнозом это она просто оправдывает свои действия вводя людей в состоянии гипнотического помешательства понимаешь те люди которые ее смотрят которые ей верят она их подключает к эгрегору слабоумных ну это это же просто во что смотришь в то и превращаешься все кто смотрят после вику они постепенно тоже станут такими же злобными и ненавидящими все вокруг понимаешь вот снова появился илья с этим писюном я приказываю ему забирать всю его магию о он его есть хорошо вот отра чистой силы маны ай кто-то кричит развязать развязать я передаю информацию илье что он колдун он вторгся в пространство без спроса я приказываю ему он пытается постоянно что-то спрятать чтобы он немедленно это раскрыл то что он закручивает он вот так закручивает и что-то у него вот так вот она движется такое упругое как резиновое ой блин как будто бы резиновый фалос что это такое и такой символ вот этого и он тянется вот сектор интерферентов вот туда а там вот этот пиндер вот и и он вот это как бы оплодотворяет типа нашу вселенную я вижу что там такой экран черный и такая энергия черная как рука там илья но на нем такая какая-то сетка вот это черномор вот так вот как коромысло ноги с писюном красным который тянется вот такой уже он тоненький эту подключку имеет илья вот проявляется экран ему она хорошо хорошо так я им приказываю убрать их воздействие вместе с крючками зацепки нас тоже медсестра медсестра появилась медсестра и у нее жопа голая они используют дело наших рук чтобы противостоять творцу так я слышу что они угоняют стада угоняет буквально вижу как как будто бы овечек выгоняет из но перегоняет из загонщика в загонщик так каким образом они угоняют этих овечек с чита информации ну вот маль эти звездочки упали прямо в глаза и илья а они выжигают глаза я приказываю или отвечать зачем ему нужен этот символ власти такой я вижу идет из сектора и интерферентов и так по направлению первого творца говорит захватить мир власть и вот это слышу тоталитаризм тотальный контроль починить матрицы но насчитывается гибнущая матрица гнилая она уже гниет отправляй эти все энергии этого илью всего этими всеми программами на полное гниение пусть сканиет что такое на каждом сеансе 500 аннигиляции да какое она право имеет всех аннигилировать кто она такая вообще чтобы всех аннигилировать вот мне все это интересно от нее уже убежали все кто только может убежать и надя и это как ее ли да и тарь тарей король королей я тоже ее поставила ведь нужно потому что она поднимается вверх я передаю информацию чтобы она мне позвонила или взяла трубку когда я звоню потому что одно время все было нормально нормально а потом она начала писать она пастух стада состоящего из двух тысяч восемьсот гоев для одного еврея с двумя пейсами начала писать что-то такое я перестала улавливать смысл ее смс-ках я поняла что человек скорее всего как бы сошел с ума но это очень злобно было это было очень манипулятивно очень агрессивно все эти ее смс-ки настолько были пронизаны каким-то вот понимаешь нлп программирование она запугивала меня в них она говорила что-то о каких-то близких людях это невозможно но если она позиционирует себя как человек который светлый светлый человек скажем так никогда не будет запугивать другого объяснять механику процессов да но запугивать не нужно зачем ей это нужно и я прошу людей чтобы те которые смотрят включили критическое мышление хотя бы на один вопрос который я вот вставала зачем для чего почему нашли себе ответ и тогда им станут ясны все приоритеты я знаю что это видео может быть немножко кривая я знаю что нужно опираться да нужно опираться на какие-то факты нужно но честно я могу предложить один основной факт посмотрите эффект работы человека и задайте вопрос почему вместо того чтобы научить разгадывать кроссворды она учит их коллекционировать знаешь я там но чтобы опираться на какие-то факты их нужно найти а там никаких фанта фактов нету там есть фантазии там есть бред там есть институции какие-то нездоровые что ничего нету а если опираться на фантазии или я сама рискую стать фантазером она мне вообще не надо кому интересно можете сами посмотреть но это вот для аудитории на самом деле надо ждать похохотать вот абсолютно я бы рекомендовала вот 490 и посмотреть на лицо это просто я почему рекомендую потому что я просто остальные как бы там пролистывала что-то насмотреть меня рвотный эффект я не могу смотреть но 490 минут 15 первое я смотрела мне его лицо так понравилось ох человек играет он да-да-да понимаешь викина восприятие ее аллегории ее явные такие эротические образы зацикленность на илье в любом сеансе это конечно же смешно но только не забудьте люди пожалуйста поставить фильтр потому что сумасшедшие она же может быть заразны ой это штуковина это как инсекто это серафим слышу или я вижу его приказываем и отвечать что он сейчас делает в твоем личном пространстве о он говорит уничтожаю так каким образом он это хочет сделать пусть покажет говорит вот так разотру в порошок с песеном красным от него тянется вот так вниз это красная подключка я вижу что на физике это илья на эфирном плане это как остатки этого черномора этот черномор уже весь голый обнаженный а он считывается почему-то я слышу ублюдок от слова блевать и в нем такие энергии плевания да предлагаю посмотреть хотя бы один сеанс и попробовать понять эффект работы этого человека да я не смогла даже илья вот говорил что посмотрите хотя бы минимум 10 сеансов но это через силу это знаешь как меня мама в детстве курить и бросать училась сигареты оставляли есть суп и обрыгался да это примерно поэтому посмотрите пожалуйста хотя бы один сеанс и задайте себе вопрос какого хрена по хрена суть работы складывается таким образом что вместо ответов множатся вопросы почему человек не учит искать ответы а учит коллекционировать вопросы фантазия на самом деле чтобы вы понимали этой информации информации невозможна информацию выдумать его можно взять от если вы берете информацию она не соответствует действительности когда это называется фантазии но это все реально это все абсолютно реально просто эта информация не соответствует этой координате вот так благодарим всех кто смотрел слушал рад был всех видеть и всем богам всех обнял